так ну в общем вторая проверка в этом сезоне погода испортилась вчера было плюс 7 в городе снег сошел пару дней назад дождь там был одну ночь в другой мокрый снег сегодня вообще плюс 10 обещают я короче поспешил в лес думаю если что-то попалось за эти пару дней то надо снимать сейчас будем проверять будем смотреть расскажу сегодня как выбирать место вчера я поставил вчера последний раз когда был поставил капканов пару на селедку как бы я в него не особо верю в эту селедку буду сегодня доставлять мясо на них там где стоит селедка ну в общем посмотрим как бы надежд особо нету но авось повезет как говорится ну вот в общем первый селедочный капкан без селедочной селедка стоит капкан стоит буду ставить в общем сейчас сюда мясо доставлять скажу висит эта селедка так ну как я ищу место в общем как у нас тут последние зимы вообще практически без снега в россии там например хорошо у них уже снег лежит с начала сезона у нас тут такая погода и возможно до самого нового года она такая будет ну конечно чистым светящимся лицу я не ставлю капкан надо какая-то привязка к чему-то это по моему мнению вообще я буду сейчас лично свое мнение рассказывать своем каком-то опыте каком-никаком что-то получается иногда что-то ловится первое конечно самое что первое это валежник если где-то есть поваленные деревья вот идешь по лесу там все чисто голо пусто и тут хоп валежник то я туда сразу ставлю капканчик в этот валежник где-нибудь рядышком или на самих этих поваленных деревьев потом если есть какая-то горка идешь в лесу потом хоп горка такая нормально видно что вот очень любят к низу туда забегать на эти горки ну там тоже на горке надо искать тоже какое-то место вообще какой-то нибудь такой вот интересный она такая любопытный зверь это есть что-то интересное она сразу чик туда запрыгнет посмотрит вообще граница выделов вот допустим как здесь справа сосна там растет слева какой-то болотистый молодняк короче какой-то там крушина какая-то в основном растет вот она любит по такой границе бегать потом возле дороги я люблю ставить если где-то среди леса дорога идет не такая это не дорога нормально где хотя бы там раз полчаса машина ездит гравейка очень какая-то вдоль дороги я где-то сто метров 50 разом ставлю и как-то вот вдоль дороги нормально хорошо попадается обычно это у меня самый результативный капкан получается вдоль дороги что еще если по чернотропу куницу искать где-то вот идешь по дорожке вот такой как я щас иду чик раз дерево через дорожку и надо смотреть меточки кунице на таких деревьях очень любят оставлять свои метки сразу можно ставить капкан потому что если где-то она оставит свою метку то скорее всего что это ну не скорее всего возможно это граница ее территории если это граница ее территории другой кунице тут как бы есть шанс и не одну куницу словить а несколько так вот тут у меня вот место хорошая тут ловистое кунице идет я поставил там сколько у меня попалось прошлого раза вот там стоит капкан на веточке такое дерево лежит даже дальше вниз пошло болото вверх пошла сосна так ну буду в общем если что-то интересно показывает рассказывать по ходу проверки ну еще если что-то вспомню по выбору места буду рассказывать так короче обошел я все капканы селедкой ну короче как я и думал глушняк полный селедка не ну хоть бы какая сойка залезла покусилась на эту селедку короче пока ничего по капканам ну я везде там мясо подавешивал так что уже у меня какая-то более менее уверенность появилась смотрел короче телевизор на днях на аукционе короче на аукционе какое-то ожерелье продали за 60 миллионов я думаю бля как можно не туда иду капец это вещь обычная вещь даже никакого функционала особо не несет висит себе на шее даю все в крестик ты хотя бы там что-то веришь если носишь 60 миллионов за какую-то безделушку разве что тройник подцепить к ней да щуку на нее ловить я не к тому блин насколько несправедлив мир человека отдает 60 миллионов долларов за вещь которая ему в принципе то не нужна а где-то там в африке 60 миллионов людей не то что пожрать не что не знаю они не мог нету не даже воды попить чист как-то так несправедливо так что еще хотел сказать по месту где капканы ставить еще окуниса очень любит ходить по краю полянок поле поля полянок вот если где-то в лесу полянка есть то смысл есть на самом краю поставить где-то на красивом дереве никогда не замечал сколько муровейников вообще вот тут даже вот тут можно было бы где-нибудь у меня там дальше стоит капкан сейчас я расскажу там место хорошее подойду покажу расскажу там каждый год ну не знаю в этом году как поймаю нет на этом месте но пока каждый год однако униса стабильно влетала местечко такое хорошее тут вот край леса идет граница выделов справа сосна слева сосна но такая перемешку с березой вон там осины чуть дальше растут и заходит такая поляночка небольшая и там в низинке валежничек в этом валежничке униска через него очень часто бегает вот она поляночка там же за поляночкой поле так вот здесь мой капканчик где-то стоит сейчас я покажу вот я прям стал раньше в этом валежнике но он уже за пару лет выше раньше стоял сейчас он прогнил упал так вот мой капкан с кусоком сойки с половиной сойки глухо на нем тоже ну ничего это все временно сейчас я сюда повешу еще что-нибудь повкуснее чем эта сойка наш у меня есть вкуснятина жировичок бобровый это цимус сейчас неудобно одной рукой снимать раз блять вот он жировичок все его проколю чтобы с ним вытекала запах давал жидкость вот так все так ну все будет что интересно покажу так ну к сожалению на охоте капканах бывает и такое что-то тетеревятник попал до мы тебя про братан отпустим сейчас ты не это не злись на меня а ну все будет с ним хорошо он только за один пальчик попался какой он красавица все на меня сада сейчас я тебя сфоткаю пару раз не отпущу собачки вот гонят косуль на той стороне на той стороне полянки раз два три четыре четыре штуки тихонечко тихонечко начали прыгать оп оп ну слушай хорошая такая косулица три три штуки вывела молодец раз раз попрыгали да хлоп хлоп сейчас где-то и собачки должны появиться вот тут нас стоит смотрит был бы со мной мой автомат я бы им туда а нет это молодой козлик сзади это получается косулькой 2 сигалеточкой и козлик молодой вот я уже тут за ними пять минут наблюдаю собаки стороной пошли это походу шумовые козы они там вот в конце полянки уже не видно вот там вот там торча метров сто стоят себе знают что это не их собаки гонят меня приметили стоят на меня смотрят ну ладно ставлю их в покое пойду дальше по своим делам так ну вот еще одно место куда непременно подойдет куниса это вот заброшенные старые ловушки новые короче вот эти пчелиные все дела она очень любит эти пасечники меня тут не стоит в этом еще вот кладбище сразу 50 метров хотя зимой я наверное тут поставлю проходной вот эти такие деревья там где есть вот такие вот штуки или пасеки или пасека рядом стоит куница обязательно подойдет к этому дереву если она будет мимо проходить она обязательно к нему подойдет я тут поставлю потом ну что какие итоги сегодняшней охоты убил две ноги убил две ноги не ну что много чего там полезного сделал подовешивал там еще пару капканов поставил вместо селедки мясо это повесил где там в прошлый раз приманки не был тоже повесил все короче привел в порядок но куница короче залегла залегла занырилась погода такая говно не нравится ей она может мошкует не хочет это короче не знаю как был минус их было лучше сейчас иду вот последний капкан тут где-то посмотрю и все и поеду так ну что тетеревятника конечно жалко что попал но блин если ты собираешься как оставить капканы как бы ты должен быть готов к этому что будут попадаться не только куницы так что то я не понял что тут случилось капкан стоит себе захлопнутый ветка на которой висела приманка куда то подевалась ну хоть какое то движение на последнем хотя бы капкане непонятно только что это и как это произошло вроде крепкая такая была интересно так ну в принципе все конец куриное вот это как это есть это